199 лифтов в республике отслужили нормативный срок и нуждаются в замене. В трех городах региона, Мирном, Нейрынгре и Якутске, вертикальный транспорт, многоквартирных домов Планово заменят в течение 2017 года. А вот кто займется этими работами, расскажет Галина Погодаева. Старое на новое. В республике Планово заменят отжившие сроки службы лифтовое оборудование. В Якутии один из восьми регионов страны, включенных в пилотный проект по ускоренной замене лифтов в многоквартирных домах. Для нас это очень актуально потому, что порядка 199 лифтов в республике, о них истекает срок годности. То есть это срок эксплуатации, извиняюсь, это 25 лет. Поэтому, соответственно, подавляющее большинство этих лифтов, 141, находятся в городе Нейрынгре. 20 лифтов в городе Мирном. На еще прошлый год по городу Якутску таких лифтов было 19. Суть пилотного проекта заключается в следующем. Русский Стандартбанк совместно с Щербинским лифтовым заводом осуществит замену лифтов в течение 2017 года. А возврат средств будет производиться в следующие три года. Дворительная стоимость, общая стоимость составляет 342 миллиона. Это если на три года разделить 114 миллионов. Это, конечно, будут средства собственников взноса на капремонт. И будет еще в тех домах, где проводится ремонт лифтов, будет увеличение взносов собственников. В рамках пилотного проекта планируется заменить 147 лифтов. Большинство из них находятся в Нейрынгре. Как сообщили в фонде капитального ремонта республики, к осуществлению такого объема работы будут привлекаться и специалисты из соседних регионов. Конечно, мы понимаем, что произвести замену такого количества лифтов, скажем, как в Нейрынгре, просто квалифицированного персонала на месте столько не найдется. И генеральному подрядчику ему придется прямо обеспечивать такое достаточно большое количество привлечения с других регионов. Согласно статистике, каждый четвертый лифт в Якутии отслужил свой нормативный срок. И пока заменяются одни, такое же число стареет. За счет республиканского бюджета осуществить замену такого количества лифтов не представлялось возможным. Поэтому участие в пилотном проекте актуально для региона.